Несколько суток коммунальные службы убирают последствия снегопада в столице. И тут, как водится, у каждого своя точка зрения на сложившуюся ситуацию. Люди говорят, непогода показала неготовность городских служб к зиме. Коммунальщики, напротив, заявляют, что у них все под контролем. И наш корреспондент Марк Брюшко решил не слушать мнений окружающих. Он вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу и воочию увидеть, как все-таки ведется уборка снега. Уборка снега в столице ведется в три смены. В одну только ночную. В городе до тысячи единиц техники. В работе 68 подрядных организаций. Одно но. Снег выпал в субботу. А сегодня какой день? В самом начале, первый день, когда было, на обочине просто снег лежал втрою. Целую полосу занимал. Мы ездили на маршруте номер 8, поворачивались с Мустафина на Аблайхана. И автобус очень сильно занесло. Я не видела, чтобы снег чистили. Еще пока. Ну не очень. Слабовато. Что там окраины? Даже в самом центре Левобережья снега до сих пор очень много. В чем же, собственно, проблема? Есть ведь и техника, и человеческие ресурсы. Взять один только район Сарарка. Казалось бы, в уборке задействовано 19 подрядных организаций, свыше 350 единиц спецтехники и больше 600 дорожных рабочих. А результат уборки видите сами. Заместитель Акима столицы назвал в качестве одной из причин такой долгой уборки устаревшую технику, которая ломается прямо во время работы. Но если машины выходят из строя уже после первого снегопада, то можно ли считать подготовку к зиме провальной? Техника имеет свойство устаревать. На сегодняшний день лаповые погрузчики, автогрейдера, которые выходят из строя во время работы. В связи с этим Акимом города было поручено закупку специальной единицы техники. Это 120 единиц на эту зиму. Уже в первую партию зимней спецтехники прибывает до конца ноября месяца. Край 5 декабря. Это 67 единиц техники. К тому же в столице за один день выпала двухнедельная норма осадков целых 14 сантиметров. Но аномалии для всегда холодной столицы это тоже назвать сложно. Давайте на чистоту. Я, конечно, все понимаю. Можно действительно не успеть убирать снег, допустим, если он идет беспрерывно или, скажем, через сутки. Но здесь же с момента снегопада прошло уже несколько дней. В столице солнце, погода ясная. Ничего не мешает взять и вывести снег. С проезжей частью более-менее все понятно. Практически уже чистое. Там, где не справилась техника, помогло солнце. Но с тротуарами-то что? Они по-прежнему буквально завалены снегом. А под ним опасный лед. На таком подскользнешься, мало не покажется. Тротуары плохо чистят и не посыпают. Виноваты не всегда добросовестные коммунальщики. Из 68 компаний я не скажу, что все добросовестные работы, свою работу проосуществляют. Есть вопросы по некоторым организациям, которым будет осуществлен, сделан вывод. И дальнейшая работа с этими данными компаниями в перспективе будет пересматриваться. Не все компании одинаково работают. Но поставлен перед ними какой-то, допустим, факт, что вот к такому-то числу вы обязаны просто выполнить работу? Ну, я так скажу. По нашим нормативам, после выпада снега в течение пяти дней должны обеспечить полностью ее вывоз. Но мы не смотрим пять дней и не ждем этого. Уборка улиц осуществляется сиюминутно. Выпадает снег, сразу осуществляем проезд, для того, чтобы транспортный поток проехался. То есть, сразу в течение трех максимальных дней осуществляем вывоз снега. Но весь город вычистить от снега, как вы это себе представляете, главное тротуары прочистить, главное прочистить дороги. Зачастую люди оценивают работу городских властей как раз потому, как коммунальные службы справляются с последствиями непогоды. И, по всей видимости, оценку жителей столицы поставили не самую высокую.